Здравствуйте! Сегодня мы с вами попробуем из обычной вот такой старенькой совковой лопаты сделать универсальную лопату. Ну, для начала выпрямим вот все зазубринки и ровности на этой лопате. Вот, выровняли. Ну, кто совковой лопатой работал, знает, что они бывают из разного металла. Бывают потолще, бывают потоньше. Но, как говорится, тоньше металл легче лопатой. Вот это где-то средняя лопата. Ей работали достаточно долго уже. Видите, заусенцы, зазубрины. Что мы сделаем? Мы сделаем из этой лопаты универсальную. Для чего она нам нужна? Значит, для работы с тяжелыми грунтами. Значит, можно при зачистке глины, тяжелой земли очень хорошо будет работать по гравию, по щебню, очень хорошо с бетоном. Ну, вот как это сделать? Это сделается очень просто. Что мы делаем? Берем рулеточку, вот рулеточку возьмем мел и предварительно сделаем разметку. Вот где-то лопата получается где-то в районе 25 сантиметров. 25, около 26. Находим центр где-то. Центр делим где-то сантиметра 3. Отступим, чтобы по центру было 3 сантиметра. Вот самого, да? И вот рабочая поверхность лопаты получается где-то в районе 16 сантиметров. Вот здесь 16 сантиметров. Ну, и здесь, соответственно, 16 сантиметров. Вот, отметили. И здесь вот соединяем. Здесь вот так вот получается острие лопаты. И с этой стороны тоже. Можно это сделать по линейке, но мы делаем на глаз. На глаз будет очень нормально. После этого, что берем болгарку, берем болгарочку и вырезаем лишние части. iyi. Аааааа! Шынадо! 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 вот видите получилась универсальная лопата она и штыковая будет и в то же время совковая сейчас заправим и выровняем и подточим другой болтовичка возьмем а и она ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот получается 2-3 минуты, и лопата готова. Перейдем к испытанию. Пройдем в том месте, где будем испытывать. Пройдем. Вот в прошлом году завезли торф, там землю завезли, за год слежалась, и уже достаточно жесткая. Но вот этой лопатой попроще будет, видите? Она режет хорошо, режет и в то же время и грузит нормально. Получается универсальная лопата, можно использовать ее вот для таких вещей. Можно так нажимать, видите, очень хорошо получается. Полегче, значительно, если просто, как взять, если взять просто совковую. И не надо уже иметь две лопаты, сначала штыковой рубить, а потом совковой грузить. И вот таким образом мы облегчаем себе работу. Ну вот очень сейчас траншеи не копаем, но скажу прямо, очень удобно ей работать, когда траншеи копать, ямы копать. Очень хорошо, на тяжелых грунтах. Она показывала себя замечательно. Значит, у кого нет такой лопаты, рекомендую себе сделать вот такую лопату. Очень быстро, хорошо и просто. Получится у вас универсальная совково-штыковая лопата. До новых встреч, до свидания, товарищи.